Доброе время суток, друзья! Боевая провинция приветствует вас! Сегодня тема нашего разговора невеселая, нерадостная. Это неудача, которая приключилась с Альваресом, с Саулем Альваресом. Почему я решил поговорить, друзья, на эту тему? Почему? Потому что прочитал некоторых блогеров, некоторых, так скажем, людей, которые высказали свое мнение. Но они имеют право высказывать свое мнение. Но мне они не понравились, друзья, если честно. У меня такое ощущение, что сидят какие-то убогие людишки, которые собирают сплетни хуже старых бабушек, которые на рынке сидят и разносят вот эти сплетни. И такую ересь порой несут, прям аж не знаю. Нет, нет слов, одни эмоции. Нет слов, как говорится, одни слюни. Почему? Сейчас объясню. Друзья, некоторые говорят то, что Альварес испугался там, Альварес еще что-то. И начинает раздувать вот эту хрень. Но вы, кто вот это пишет или кто говорит, вы когда-нибудь боксом занимались? Ну, любым видом единоборства. Неужели вы думаете, что люди, которые сделали себе такую карьеру, прошли лучших бойцов современности? И которые испугались какого-то боя с кем-то? Это полный бред, друзья, и полная глупость. Мне не то, что обидно, друзья. Я жалко за этих людишек, за жалких людишек и за их окружение, которые смотрят, слушают и верят, и сами еще поддакивают этому. Альварес никогда никого, не только Альварес, а и другие бойцы, еще раз повторяю, бля, дебилов, бля, никогда никого не боялись и не будут бояться. Понимаете, в чем дело? За этими бойцами, как Головкин, Альварес, вот Майвезер был, очередь всегда стояла и будет стоять. Потому что это в первую очередь заработок, большой заработок, больших денег. Понимаете, в чем дело? Если вы говорите там или что-то слился, испугался, перепугался, убежал, то вы просто конченый. Кто так говорит? И ваше окружение конченое, которое вам верит. Так, Кленбутеров, объясняю, что это за средство. Это средство, которое действительно добавляют животным для их развития и роста. Понимаете, в чем дело? Это действительно так и есть. И это не единственный случай, когда, допустим, попался Альварес. Это в Мексике применяется и применялось всегда, во все времена. И комиссия, и комиссия. Уже были случаи, когда боксеры получали зеленый цвет от антидопингового агентства. Комиссия, вот эта ВАДА разрешала бойцам участвовать в состязаниях, в противостояниях. Уже были эти случаи неоднократно. Понимаете? И для чего Альваресу, который никогда в жизни не попадался на этой херне, бойцы были гораздо опаснее, чем Гена Головкин. И с мексиканцами дрался, и со всеми. Понимаете? Ну да, конечно, Гену превознесли до небес. Сделали из него монстра. Хотя на самом деле, если его не бояться и с ним боксировать, с ним биться, обыкновенный боец. Это Джейкобс доказал это. Сейчас этот Сондерс, бегунок, хочет с ним драться. Сондерс не боится, а Альварес боится. Вы думаете, что вообще, что за сплетни вы разносите? И Альварес сам сказал, он сам в недоумении, сам человек переживает, и вы еще нагнетаете вот эту обстановку. Людишки, конченые. Альварес сказал, я уважаю спорт, и был удивлен произошедшему. Какие хер удары он там, от кого он там боится, вы что несете, блин? Бокс это бизнес, и каждый хочет заработать деньги. Вот сейчас он отстранился. Хорошо, если там через, если сейчас антидопинговое агентство, ну, я думаю, должно поверить ему, потому что это действительно так оно есть. Там любого БК зарежь, там вот этот клинбутерол, он есть, потому что его действительно добавляют. Сейчас, если поверят, его на полгода отстранят Альвареса. Бой все равно это состоится, все равно это бой будет. Но сам Альварес, нужно посочувствовать этому человеку. Сам останется без боя, сам человек останется без заработка. И он переживает, что не предоставит нам, любителям бокса, такое удовольствие. Кто еще может заменить его? Кроме Джейкобса я никого не вижу. Вообще никого близко. Потому что там вот эта, такая категория, она... Нет там очень уж таких серьезных бойцов. Если Майвайзер опять с пенсии придет. Но опять замучили тоже мужика. Вот что же он будет, блядь, до столет, что ли, драться? Тоже не вариант. Остается Джейкобса. Джейкобса вот сейчас бой уже будет. А Головкину 5 мая. Вот сейчас найдут какого-нибудь неумеху там. Не то, что неумеху. Ну, бойца, которые ниже уровня. И что это? Хороший, красивый бой получится? Конечно, нет. Поэтому, друзья, прекращайте вот этими бабскими сплетнями заниматься. Будьте мужиками, оставайтесь до конца. Если не занимались никогда ни боксом, ничем, ни единоборствами. Что вы там тявкаете сидите, блядь? Испугался, перепугался. Скажите, а что ты за него заступаешься? Потому что я реальные вещи говорю, в отличие от некоторых. Реальное рассуждение. У человека и так горе. У человека и так вот, не то, что он попался, а нашли вот это. У него не какой-то другой препарат нашли, вы поймите, который действительно добавляется. Как там мельдония, от сердца он пьется. А именно тот препарат, который для выращивания животных, животные принимают его. Вот в чем дело. Поэтому делаю вывод, друзья. В это я не верю тысячу процентов, в эту хрень. И предостерегаю там блогеров, комментаторов, кого-то в комментариях вот этих неумех, блядь, людишек вот этих. Прекращайте заниматься вот этой хренью. Если вы полубаба, полумужик, то ради бога, блядь. На других сайтах занимайтесь вот этими сплетнями. Не распространяйте. Потому что все равно человек что-то как-то прочитает. И если про него вы говорите, вот допустим, он трус, он испугался. Это что, приятно будет что-то? Конечно нет, это приятно только вам будет. Потому что вы убогие, блядь. Так, ну это, конечно, друзья, я не к своим подписчикам обращался. Вы понимаете все и разберетесь. Разберетесь, вот этот клен, бутерол, от чего он, для чего, действительно есть ли, нету. И сделайте правильные выводы и решения. Все, друзья, всем пока. Не сдержался я вот такой эмоциональный ролик выпустил. Подписывайтесь на боевую провинцию. Подписывайтесь, нормальные люди. Они всякие сплетники двухполые. Все, удачи, друзья.